Привет, ребят! Меня зовут Георг, и в этом видео я покажу свою маленькую косметичку, которую я ношу в своем рюкзаке. Я очень люблю рюкзачки, потому что это всегда удобно. Здесь отдельный карман, и я здесь прячу, не поверите, цветные карандаши. Вот цветные карандаши, ручки, всякие купоны от кофе. Сразу же здесь у нас с вами все остальное, и там же у меня находится моя мини-косметичка. Скажем так, это максимальный минимум, который я могу тащить с собой каждый день, в случае, если мне нужно сделать рабочее лицо, или хотя бы минимально красивый мейк на себе. Здесь у нас пушистая кисточка Зоэва. Вот такая косметичка с всяким барахлом, которую я использую чаще всего только на себе. Также у меня есть вот такая странная самокрутка, в случае, если я путешествую. Ну что, ребят, я начал вам рассказывать про свою косметичку. В итоге ко мне пришел мой тренер, мы начали заниматься спортом, потом я вспотел как шлюха, и дальше же я не могу записываться на никакой ютуб, потому что ты потная, ты грязная. Почти как актриса всех времен народов, русская народная актриса Алена Песку. Поэтому сегодня другой день, я в другой одежде, и готов наконец-то вам рассказать про свою косметичку, которую я тащу всегда с собой, на случай экстренный. Во-первых, понятно, да, что перед нанесением макияжа нам всегда нужно увлажнение, и я же не лохушка, чтобы таскать с собой огромную банку. Поэтому у меня здесь, у меня здесь в мини-пробирочке залит бальзам для губ, крем для зоны вокруг глаз, и такая же малышка есть увлажняющий крем для лица. И в случае, если мне срочно нужно подкраситься, в первую очередь я сначала наношу уход, и только потом декоративную косметику, потому что уход и декоративная косметика, малышка, это не одно и то же. Так, здесь у меня спрятан увлажняющий крем от It's Skin, да. Так, снизу у меня увлажняющий бальзам Pure Pow Pow, это те классные яркие баночки, которые мы с вами помним, да. Кстати, точно такие же пустышки у меня раздроблены некоторые продукты, которые я беру на всякий случай, если нужно будет подкрасить себя, подружку, еще кого-то, просто по фану, да, без каких-то серьезных профессиональных заходов. У меня вот такая еще одна скрутка. Да, сверху у нас увлажняющий крем для всего лица, дуахромный голубой хайлайтер Berry M, снизу румяна It's Skin, дальше у нас идет бронзер H&M, стик и, знаете что снизу, гель-паста для волос, чтобы их укладывать. В общем, это мой, знаете, такой набор путешественницы. Нанесу немножко увлажняющего крема на лицо, чтобы произошла магия. И распределим это все нашей красивой кисточкой за Эва. Кстати, по поводу кистей за Эва у меня практически нет их, не потому, что они хорошие или плохие. Дело в том, что их тяжело достать, а я ненавижу вот эту всю историю, типа, закажи через там левого человека, еще что-то, пятое-десятое. Нет. У меня есть вот эта кисточка, я ее обменял на какую-то свою другую кисточку-дублер, честно говоря, не помню. И у меня есть пушистик для растушевки глаз от за Эва. Ее мне купила в Германии подруга, которая ездила туда. Аня, привет. Анна-Мария Тесфайя. Девочка-машка, ладка. И в целом, знаете, у меня больше нет кистей за Эва, просто потому, что у меня нет доступа к ним. А заказывать огромную коллекцию кистей я тоже не хочу. Обычно, если у меня настроение сделать губы сочно и ярко, лично для себя я использую вот этот продукт от V-Proof. Это масло корейское с тинтом. То есть, мы наносим на губы увлажняющий компонент и слегка оттенок дополнительный. Но так как я уже нанес увлажняющий бальзам, я сейчас не буду его наносить. Что у меня есть дальше, да? В случае, если мне срочно нужно подсмотреться куда-то, у меня есть скульптор Burberry, который действительно классный, но я его практически никогда не использую на себе, а просто как зеркальце. Да, это странная херня, я согласен с вами. На всякий случай, если я забуду скульптор Burberry, у меня есть вот такая еще одна палетка Bobby Brown, в которую я тоже смотрюсь. Хотя палетка очень классная, здесь есть и тональное средство, и консилер, и корректор, и пудра. Чаще всего я использую только эту пудру припудрить вот здесь вот. Очень-очень мягкая пудра, она вообще создана типа для того, чтобы припудрить зону вокруг глаз, но я так никогда не делаю и вам не советую, если у вас сухая кожа. Идем дальше. Наверное, я вам покажу сейчас свои тональные средства, потому что у меня их сейчас несколько штучек, и хотелось бы вразумить. Так как я сейчас достаточно загорел, относительно, можно сказать, что загорел, хотя я не планирую загорать, я ненавижу это все, я считаю, загар для крестьян, но из-за расовой принадлежности, буквально час поехать на машине куда-то и сидеть у окна, и ты сразу загорелый. Дерьмо. У меня сейчас, я думаю, вы уже видели тональное средство Yves Saint Laurent, он Glow, по-моему, называется. All in One Glow. Довольно приятное тональное средство, делает красиво кожу, подсвечивает ее. Здесь удобный формат, у нас есть помпа. Помпочка есть. И вот это все в формате тубы. Вообще, открою небольшой секрет, все мои тональные средства, которые я использую на себе, это для сториз фотка. Бахни. И выложи. Отметь меня через собачку, малышка. Короче, все эти три тональных средства, они очень легкие, задают просто ровный цвет лица. Например, тон, он называется Tinted Moisturizer. Когда-нибудь я это выговорю. От Laura Mercier. Супер-супер легкий, увлажняющий тон, который просто задает цвет лица. Правда, это сейчас оттеночек Sand. Я для него немножечко не дозагорел. Новое тональное средство от Make Up For Ever Ultra HD Perfector. Очень-очень легкое. Точно так же, как Laura Mercier и Tachekla Yves Saint Laurent. Супер-супер легкое. Здесь круто, что у нас есть SPF 25. Кстати, в Yves Saint Laurent нет SPF. Это очень грустно. И есть SPF, по-моему, в Laura Mercier. Да, SPF 20. Супер. Значит, давайте попробуем, нанесем сейчас тон от Make Up For Ever. Небольшие проблемы с выбором оттенков, если вы беленькая девочка. Именно вот в этой линейке Ultra HD Perfector. Потому что, мне кажется, супер белым девочкам тональное средство, которое идет самое первое по оттенку, не сильно зайдет. Я уже вангую. Погнали. Растушуем это все по Эбалу. Ну, честно говоря, если я крашу себя, очень часто я практически все делаю вот этой кисточкой. Так как тон супер легкий, я могу пробежаться и под глазами, и чуть-чуть на глазах. Если же тон у вас матовый или средней плотности, так делать лучше не стоит. И сразу же после того, как я пробежал с тональным средством по лицу, я выровняю зону вокруг глаз с помощью моего любимого корректора от Estee Lauder BB On Glow. У меня в оттенке 3C. Он отлично подойдет для всех тех, кто загорелый и немножко с желтинкой. Сначала корректор смотрится белесым, но он чуть-чуть подстраивается и заебись. Вообще, очень-очень его советую. Я думаю, вы знаете, вы уже смотрели мои ролики 500 раз, где я его использую. Действительно, очень мягкий консилер, который идеально подойдет для зоны вокруг глаз. Понятно, что на прыщички я это не нанесу. Зачем? Чтобы подсветить прыщик и сделать из него вторую эфелевую башню. Также я пробегусь тональным средством по шее и по ушам, чтобы не выглядело так, будто меня накрасила Гуара Витясян. У меня типа оранжевое лицо, белая шея, розовые руки и светлые уши. Это же так профессионально, Гуар. Продолжай. Признаюсь вам честно. Да, я это делаю. Да, да. Вы думали, что я это никогда не делаю? Честно, ребят, я тоже это делаю. Я тоже наношу румяна, когда выгляжу хуево. Поэтому у меня есть в моей сводке, вот этой вот сборной солянки, небольшой оттенок румян и бронзера. Чаще всего я чуть-чуть их смешиваю и распределяю на лицо. Прямо на руке, а потом все остальное кисточкой с помощью тонального средства я потушеваю. Чуть-чуть прихлопаем кисточкой с тональным средством. Типа и не румянилось, все хорошо. Так, что мы делаем дальше? Дальше у меня есть, скажу вам честно, curler. Curler. Мы подкручиваем реснички. Также, если я хочу красивое мокрое свечение, у меня с собой есть два стика. Это свежеприкупленный эссенс из первого выпуска на лицо. И действительно классный мокрый стик-хайлайтер от Soda Makeup. Так как это супер влажный хайлайтер, мокрый, стик практически никогда я полностью не вытаскиваю и только по чуть-чуть распределяю на лице. Ведь я же не конченая, чтобы ломать стики в видео и делать вид, что это дизлайк-видео на плохой продукт. Иногда даже прямо вот так вот пальчиком беру и распределяю. Будьте аккуратны, все кремовые текстуры, они очень неустойчивы. Могут приподнять ваше тональное средство или пудру. Поэтому, если вы собираетесь воспользоваться такой штукой, пудриться лучше вот в этих участках не стоит. Идем дальше. Также в моей косметичке есть более устойчивый хайлайтер от Makeup Forever. Я его наношу, если мне важно, чтобы хайлайтер держался. Он действительно очень стойкий. Более бюджетный и блестящий хайлайтер в той же золотистой гамме от H&M. Чаще всего я его распределяю на центр лица, на всю ширину кожи. Хотя так можно вообще говорить, я не знаю, но я так делаю. Также у меня есть действительно в моей личной косметичке с очень странным названием Мимишеллини. Секси Глосс от Романовой именно в натуральной гамме. Так как эта баночка моя, я могу себе позволить просто бахнуть ее на губы. Видите? Она практически не отличается от цвета моих губ. И вот этот глянец, когда он пропадает, цвет держится на губах. Спорим, я вышел за контур. Надо взять зеркало. Также у меня в косметичке есть мини-тушь Fashion Eyes Dolce & Gabbana. Я ее использую, когда мне нужно чуть больше яркости на ресничках, когда керлера просто недостаточно. У меня всегда есть с собой маленький Сикаморе. Это селективная линейка ароматов Шанель. Вот такая крошка. Я вообще обожаю маленькие духи, потому что его я смогу потащить с собой практически везде. На мероприятия, на вечеринку, на отпуск, на работу в другом городе. А когда продукт довольно большой, 100 мл, 50 мл, мне уже тяжело тащить с собой. И для меня приоритет, чтобы все было возможно, знаете, типа, урезать и запихать. Или чтобы она сама была по себе маленькая. Также у меня с собой есть фиолетовая тушь Beauty Bomb. Просто беру ее с собой, когда хочется какой-то странной штуки сделать на ресничках или что-то еще. Всегда есть с собой черный и коричневый карандаш. Оба карандаша у нас стойкие. Один из них это Manly, а вот этот коричневый это Романово Мейкап. Он красиво не то чтобы переливается, там просто есть сатиновый блеск. А еще, когда я забываю вот эту вот всю огромную косметичку, я беру с собой яичко, увлажняющее от Beauty Bar. Господи, такой вкусный тинт, блеск. Это вообще легально. Я забыла вам показать, также у меня есть черный гель для бровей. Я действительно не знаю, куда он сейчас пропал. Это Kika Milano номер 6. Этот гель для бровей у меня всегда с собой. Я его тащу с собой и периодически использую его либо легко, либо насыщенно и ярко. Знаете, в идеальной вселенной мне бы хотелось также взять какие-то маленькие кисточки с собой, чтобы использовать их на себе. Но кроме как вот этой вот Зуэвы и парочки пушистиков крошечных для глаз, у меня больше ничего нет. Я в поисках таких кистей. Может быть, если вы знаете классные наборы кистей, какие-то крошечные, маленькие, но не ужасные типа с Фикс Прайса или Алиэкспресс, напишите в комментариях. Мне было бы интересно. Да, чеку все комментарии. Только попробуй мне написать гадость, мразь. Я тебя заблокирую. На этом все, ребят. Надеюсь, вам было интересно посмотреть мою мини-косметичку с собой и послушать, что я там периодически тащу с собой, используя лично себе на лицо. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шлите сердечки, отправляйте эмодики, не знаю. На этом все. Пока-пока, сияйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!